В чём разница между двумя микрозамками Хогвартс от Лего? Анонсированная на днях новинка серии Лего Гарри Поттер, замок Хогвартс в микромасштабе появится на полках магазинов 1 сентября. Там его встретит уже ставший классикой большой коллекционный замок, выпущенный аж 5 лет назад. Напрашивается вопрос, а в чём же собственно разница, кроме как в количестве деталей и ценники? И какую версию взять себе в коллекцию? С этим всем прямо сейчас и разберёмся. Начнём с очевидного. За старшую версию на 6000 деталей придётся выложить 470 евро. По сравнению с ней новинка выглядит милым сувениром. Всего 2660 деталей за 170 евро. Разница буквально трёхкратная. Но стоит ли переплачивать так много за коллекционный сет? Или достаточно миниатюрного варианта? Пройдёмся по всем параметрам. Фигурки и персонажи. Ещё в момент своего релиза в 2018 году большой замок Хогвартс покорил фанатов четырьмя уникальными эксклюзивными фигурками чередеев-основателей школы. За такой ансамбль отдельно от набора сегодня придётся выложить никак не меньше 60 долларов. То есть буквально треть цены от нового маленького набора. Помимо чародеев, большая версия включает в себя ещё аж 24 микрофигурки персонажей саги. В свою очередь на Инте место нашлось одной единственной фигурки архитектора в золотом исполнении. Не густо, особенно учитывая немаленький ценник. Одним словом, если вы фанат и коллекционер фигурок, для вас выбор очевиден. 1.0 в пользу старой версии. Площадь. Если у вас есть старшая версия замка, наверняка вы сполна ощутили боль коллекционирования, когда пытались найти дома место под собранный замок. Ещё бы, под эту громадину нужно выделить дома чуть ли не квадратный метр площади. Да и главная башня высотой около 60 сантиметров жирает всё пространство вокруг. А ведь это только половина от замка, описанного в книгах. Другое дело, компактная новинка. Площадь основания этой модели примерно такая же, как у большого модульного здания. А значит, сет прекрасно будет чувствовать себя даже на небольшой книжной полке. И заметим, дизайнерам удалось включить не только обрубок замка, но всю территорию Хогвартса. Тут и теплицы, и оранжереи, и впечатляющий ландшафт с водой. Счёт 1-1. Интерьеры. Кто бы мог подумать, что в новой уменьшенной версии Хогвартса дизайнеры смогут уместить практически столько же локаций, сколько и в массивной коллекционной модели. С обратной стороны есть и тайные комнаты, и комнаты крылатых ключей, а также шахматные доски и учебные классы. Безусловно, масштаб слегка расходится, но тут, как говорится, либо шашечки, либо ехать. В оформлении, безусловно, выигрывает более дорогая и просторная версия замка. 2-1 в пользу набора из 2018. Дополнительный декор. Приятный бонус обоих наборов – это целые коллекции мини-моделей, связанных с сюжетами разных книг. Так, в большом замке на крыше поселился дракон. По воде плывут лодки первокурсников, а во дворе расположилась Ива с хижиной Хагрида. Кстати, Иву, но уже без хижины, можно найти и в новом издании школы. Остальные аддоны заменили транспортное средство волшебников из четвертой книги. Фанатов ждут очаровательные мини-модели корабля Дурмстронга и карета Шармбатона. За такое разнообразие новинки точно полагается бал. Стикеры и принты. Наконец, сравним детализацию моделей. Опять же, если вы уже собирали версию 2018 года, вас до сих пор должно бросать дрожь от безумного количества наклеек в наборе. От крошечных окон до больших знамен и рисунков на стенах башен. А вот компактная новинка радует принтованными деталями. Судя по официальным изображениям, дизайнеры на славу потрудились над универсальными рисунками, которые можно найти на деталях по всему экстерьеру модели. Очевидно, такой набор сборки будет куда приятнее и опрятнее. Итого, 3.2 в пользу новинки. А такую версию Хогвартс вы бы взяли себе в коллекцию. Подписывайся на Рарри Брик. У нас волшебно.